В настоящее время промышленные биометановые и биоводородные технологии по сути являются стратегическим безумием в формате святой невыменяемости. И вот по каким причинам. Прежде всего субстратом для европейских биотехнологий служат преимущественно силос и навоз. Силос, как известно, это труднодоступный для микроорганизмов субстрат. Для его выращивания, кроме того, нужны плодородные почвы, громадный землеотвод, затраты труда на выращивание, сбор и предварительную обработку силоса. Ну и кроме того, очевидно, что плодородные почвы при этом истощаются и вместо получения сельхозпродукции на этих землях выращивается субстрат для энергоносителя. Второе. Неоптимальность биотехнологического процесса. В современных, самых продвинутых евротехнологиях среднее время технологического цикла получения метана около 30 суток. В наших технологиях вот это time detention, время удерживания субстрата, длительность ферментации, колеблется от 1,5 до 3,5 суток. В чем причина такого выразительного отличия? При эксплуатации евротехнологии отсутствует как таковая в принципе теория комбинированного микробного метаболизма брожения и направленной регуляции микробного метаболизма, то есть направленной регуляции процесса получения биометана. Например, кто из современных биотехнологов имеет понятие о конверсионной сукцессии микробных сообществ, либо сцепленной регуляции паш и редокс-потенциала? Ответ очевиден. Для обеспечения эффективного сбрасывания субстрата, по нашим представлениям, необходимо контролировать и регулировать минимум 10 инженерно-технологических параметров. Риторический вопрос, кто это сейчас делает. В итоге, вследствие отсутствия единого стратегического подхода по обращению с астрономическими объемами органических отходов антропогенного и техногенного происхождения, а также отсутствие оптимизированного биотехнологического процесса получения энергоносителей, вся биоэнергетика сейчас поставлена на грань коллапса. Это неправильно и несправедливо. При оптимизации биотехнологического процесса сбраживания смешанных органических отходов, которые являются экологически опасными отходами, можно достигнуть быстрого и эффективного получения энергоносителей, например, от 80 до 120 литров водорода из каждого килограмма твердых полимерных отходов. Обеспечить снижение их массы в 80 в 100 раз и сократить время ферментации всего лишь до 3,5 суток. При таких условиях биоэнергетика превращается в эффективную и экономическую выгодную отрасль производства. Так что, господа бизнесмены и биотехнологи, решение за вами, а мы готовы к сотрудничеству. Продолжение следует...